Работа, личные дела или иные непреодолимые обстоятельства, в числе которых не на последнем месте дождливая погода, помешали многим горожанам прийти на свой избирательный участок утром или в течение дня. Ряду сознательных граждан пришлось голосовать уже вечером, ближе к закрытию голосования на выборах в Госдуму и Совет городского округа. Они в этом году стали последними, кто принял участие в определении будущего страны в целом и Кумертау в частности. Надо обязательно ходить и голосовать, потому что это наше же будущее. Что потом не было самой к себе претензий, что не исполнила свой гражданский долг, не проголосовала, не изъявила свою волеизъявление. Избирательный участок номер 448, один из немногих в городе, на котором действовали электронные урны или комплексы обработки избирательных бюллетеней, КОИБ. Устройство принимает листы бюллетеней по одному и сразу на специальном табло автоматически отображают их общее количество. Использование такого инструмента несколько замедляет процесс, однако на практике участок особых затруднений не испытал. Население на удивление сегодня, ну в такую ненастную погоду, до обеда, скажем так, в основном люди пожилого возраста, после обеда люди молодые, то есть была очень хорошая явка. Молодые люди успели проголосовать и до закрытия избирательного участка номер 450. Каждый человек должен приходить на выборы. Это как бы его долг. А вот если бы не пришли, совесть мучила бы? Думаю, да. Закрылся избирательный участок 450 согласно регламенту в 8 часов вечера. Выборы у нас проходили очень активно. Люди шли, слава богу. И несмотря на погоду, процентное соотношение очень хорошее. Я думаю, что мы у нас до вечера люди шли. Если бы, если в других выборах как бы наплывами, то сегодня целый день. Вот люди идут и идут и идут. После закрытия члены участковой комиссии подали списки избирателей, число которых должно совпадать с количеством комплектов бюллетеней в урнах. За процессом бдительно следили наблюдатели. Нарушений пока никаких не выявлено. Будем ждать подсчета голосов. Будем смотреть. Члены комиссии ведут себя адекватно. Все хорошо. Никаких замечаний нет. Мы за честные выборы. Для этого мы здесь находимся, инициативные граждане. Однако уже при подсчете голосов у ряда наблюдателей все же возникли разногласия с членами участковой комиссии. Дело в том, что списочное количество явившихся избирателей оказалось больше того числа, которое насчитали наблюдатели. Вопрос удалось урегулировать. В итоговом протоколе списочное количество все же совпало с числом бюллетеней в урнах. Тем не менее, один из членов комиссии письменно составил особое мнение, а наблюдатель подал несколько заявлений председателю. Что касается территориального избиркома, то на момент записи интервью с председателем, а это был четвертый час ночи, заявлений о нарушениях в комиссию подано не было. Небольшие замечания были в процессе голосования непосредственно у участковых избирательных комиссий, но они решались и справлялись эти замечания на месте. Прямых обращений и жалоб в территориальную избирательную комиссию не поступало. Что касается явки избирателей на этих выборах, то на момент закрытия участков она была в пределах 55%. Выборы – чуть ли не единственный инструмент, при помощи которого простой человек способен повлиять на будущую политику государства. Нынешние выборы определяют дальнейшее развитие страны, равно как городского округа Кумертау, как минимум на ближайшие 4 года. К чему приведет сознательность большинства и чем обернется равнодушие некоторых, узнаем совсем скоро. Сергей Николаев, Владимир Антошкин, Амир Кидрасов, телекомпания «Арис».